Присадка волос поэтапно. Сейчас расскажу, как все это было. Первый день я пролетел в аэропорт в Анталью. Сейчас получаю багаж и меня должен ждать водитель. С табличкой меня встретили, отвезли в гостиницу. Встречает сама клиника, водитель встретил. Вот такой мини-венчик. Сейчас в гостиницу поедем. Ага, спасибо, спасибо. И водичку сразу дали. Ну да, здесь погодка, конечно, люкс. Тяжелый люкс по сравнению сейчас с Москвой. Гостиница называется Holiday Inn. Был самый обычный стандартный номер с завтраками. С этой гостиницей именно работает данная клиника. Но она меня вполне устроила, потому что был минимальный спортзал. Я туда даже сходил вечером, как прилетел, кости размял. После пятичасового перелета и утром перед операцией. Спойлер, это была моя последняя тренировка за следующий месяц. Зальчик небольшой. Кардио. Дорожка, эллипс, велик. И вот такая вот техно-джимовская стоечка. Гантельки есть. Но я вам так скажу. Так, быстренько позаниматься хватит. Вот. Что я делаю? Просто по верху прохожусь. Спину, грудь, руки, плечи. Просто верх тела. Ноги я здесь сильно не буду ничего делать. На завтрак шведский стол. И тут можно себе выбрать что-то, если ты следишь за фигурой. Те же самые яйца, хлеб, там овощи. Все это было. Второй день утром за мной заехали в 9.45. Мы поехали в клинику. Там за мной закрепили переводчика, которая все объясняет. Моего переводчика звали Камила. Это была очень заботливая девушка. Она сопровождает тебя на всех этапах. Помогает общаться с персоналом клиники, с доктором. В общем, твой сопровождающий на весь период операции. Время операции будем с вами переводить. Между медперсоналом, между вами. Чтобы они не понимают русский или английский язык. Поэтому, если что-то хотите говорить, передавать информацию, мы обычно рядом с ним. Сначала я заполнил анкету. И потом пошел на консультацию к главному врачу. Собственно, в честь которого и называется сама клиника. Клиника доктора Хакан Даганай. Или ее короткая аббревиатура АHD Клиник в городе Анталия. Он мне позадавал вопросы. Самые обычные. Там генетика. Кто в роду был с той же проблемой. Есть ли хронические заболевания. Ну, в общем, такие вопросы ненавязчивые какие-то. Самые обычные. Дальше посмотрел на волосы. И в моем случае сказал, что моя донорская зона на самом деле маловато. Чтобы полностью густо засадить мою голову. Почему я был удивлен? Потому что по бокам у меня быстро всегда все отрастало. Посмотрел бороду. Я ему показал фотографии даже своей бороды. Потому что я прям утром побрился перед клиникой. Вот. И сказал, борода нормальная. Еще оттуда пощипаем, чтобы нормально засадить. Я, ну, ладно, хорошо. Дальше он мне начертил примерную линию пересадки. Они советуются как лучше пониже, повыше, прямее и так далее. И тому подобное. Это можно с ним советоваться и выбирать. Но у него уже опыт есть. Понимание того, как она должна выглядеть. И я, в принципе, этому доверял. Дальше померили давление. Сдали анализы экспресс на ВИЧ, гепатит. Результаты которых приходят через 20 минут. И поставили катетер в вену. И это если вдруг тебе поплохеет. Чтобы они сразу могли тебя реанимировать. Образно, да. Что-то вставить тебе в вену. Какое-то лекарство. Чтобы привести тебя в чувство. После чего делаются фотографии. Сначала с волосами, до, после. Потом определяют наиболее зоны донорские. Которые густые с волосами. Пока волосы еще есть. Она делает разметку, где лучше всего будет забирать графты. Потом еще раз все это фоткают. Забор графта в моем случае больше всего была с затылкой, с боков. Я лежал, получается, на кушетке лицом вниз. Это, конечно, не очень удобно. То, что вниз головой лежишь. Но терпимо, так сказать. Ставят анестезию. И анестезия, вот когда ее ставят, это больно. То есть, это в связи с тем, что, видимо, сам препарат так действует. И это везде больно. Но именно этот период нужно перетерпеть. Буквально, что там, пару секунд более. А потом, зато ты вообще ничего не чувствуешь. И лежишь. Я там, образно, еще умудрялся в телефоне лазить. Что-то делать, свои дела. Забирают графты специальной машинкой. Она что-то там бурлит. То есть, ты ничего не чувствуешь. У меня в первый день собрали 2000 графтов. Дальше померили давление. Все со мной, все нормально. И мы пошли обедать. Отдыхать немножко. Дают отдых, грубо говоря, на обед. Время еды. Как пахнет очень вкусно. Хлеб. Ничего не больно. Сидишь, тебе просто ковыряется в голове. Просто затекает голова вот так. Не с головой лежать. Ты думаешь, блин, когда уже это закончится. Вроде, когда сама пересадка будет. Я должен лежать так. И могу, наверное, слушать что-то сказали. Наушники могу использовать. Что-то включить. Хотя бы аудиокнигу сейчас там или что найду. Потому что, ну, просто скучно. Все лежишь. После пришел доктор. Началась операция. Он перед операцией взял с собой какой-то специальный прибор. Который специально чертит линию засадки. Вот он начертил уже более четкую линию. Согласовал со мной. Мы пошли в операционную. И переднюю линию мне высаживал сам доктор. Метод, каким делали мне операцию, называется DHI. Я поизучал немножко про него. И по факту скажу так. Что вроде бы этот метод как бы получше считается относительно других. Но он более кропотливый. Почему кропотливый? Потому что каждый графт его заряжает в специальные вот такие как бы как иголки, патроны. Вот две девушки по факту сидят в операционных. Грубо говоря, перезаряжают вот эти вот шприцы. В которых вставляются твои луковицы. И эту луковицу вставляет по направлению движения, как будет расти волос. Это во-первых определяет его направление роста. И во-вторых его засаживают туда вовнутрь этот сам графт, да, луковицу. Что дает больше шансов того, что это все приживется. Потому что про другие способы, насколько я понял, изучал. Там вырываются как бы лунки, да, специальные как под рассаду, да. И потом они засаживаются в эти лунки, да, которые специально прорубили под них. Ну в общем как-то так. Я не сильно конечно это все изучал. Но насколько понял, и вообще по результату по моему головы, и вы увидите его чуть позже. Будет понятно, что мне по крайней мере устроила моя голова после пересадки. Потому что она была не такая страшная, как я себе представлял до этого. Таким способом это все делается. То есть ты лежишь и каждый граф тебе отдельно тыкает. По сути, ну то есть тебе ставят анестезию. То есть только анестезия когда ставится, ты чувствуешь боль. А потом уже нормально все. То есть они занимаются. Я там даже телефон включал и сидел что-то разглядывал. В аудиокнижку наушник вставил, в аудиокнижку слушал. В общем первый день 2000 графтов, второй день 1400. Мне засадили спереди и еще на грубо говоря затылке. Я на самом деле не видел как это все происходило. Но со стороны оказалось, что это достаточно такая, не очень такая, не очень красивая процедура. Но в плане кажется, что какая-то операция идет. Но когда ты лежишь, ты ничего не понимаешь, тебе как бы нормально. Ну что, доброе утро, друзья. Утро после первого дня операции. Вот так моя голова выглядит. Специально я вышел на балкончик, чтобы вы ее получше рассмотрели. На самом деле аккуратно все выглядит. Потому что то, что я видел до этого, не знаю после второго дня как будет. Потому что же еще посадка будет. Спал я значит вот с помощью этой штуки. Одеваешь ее и спишь только на спине. Такое себе мероприятие, но достаточно терпимо. Хочется сказать по-другому, но эта штука должна предохранять пересаженную сону. Ее бережешь. Значит я выпил вчера обезболивающее, чтобы просто она после наркоза немножко начала так гудеть. Ну то есть понятно, ее нажалили. Вот дают обезболивающее. Я выпил и потом вообще нормально. Второй день у меня забирали. Донорская зона была с бороды. 500 графтов у меня забрали с головы. 900 еще с затылком. Сегодня зону пересадки не трогайте, не чешите, ничем не закрывайте, шапки не одевайте. Кроме медицинской шапочки, которую мы вам дадим. Ходите, садитесь в машину. Тоже будьте аккуратны, чтобы не заделаны. У вас будет повязка, которая сейчас в вашем голове. Ее не снимайте, не мочите. Если дужу вы хотите принимать, то до сюда можете помыться аккуратно. Перед сном вот эту пеленку берете, покрываете подушку в отеле, чтобы не запачкать ее. После этого, покрыли, берете нашу подушку. То есть человек в бессознательном состоянии может случайно повернуться. Поэтому эта подушечка будет вам напоминать. Значит, через 10 дней отправьте фотографию, пожалуйста. Мы посмотрим, в какое состояние корочки отошли или нет. Понимаете антибиотики, продолжаете до окончания. Вот эти вот. Утром, вечером по одной таблетке. Противоотечные. Утром, вечером по одной таблетке. Можете вместе с ними принимать. В случае, если будет боль, температура, примите красную таблетку. Она поможет. Красную? Да. Если не поможет одна, примите еще одну. Они мягкого действия. Хорошо? Также, когда пользуетесь телефоном, чем-то, наклоняйтесь. Все делайте сидя, не наклоняйте голову. Вот так. Хорошо? Старайтесь все делать вот так. То есть максимально вертикально. Обувь одевайте тоже. Пока первые дни, чтобы не было отечности. В целом, вся операция закончена. Завтра только приехать на консультацию с врачом, осмотр. Второй день намного быстрее. Два часа уже начали с десяти. То есть это еще с обедом. То есть в общем целом, где-то три часа, три с половиной часа общей работы. Это и забор графтов, и пересадка. С бороды не больно забирать. Я тоже думал, что это прям пипец. Обезболили. Короче, как бреешься. Короче, тебя что-то бреют, что-то делают. Сейчас в шесть часов вечера сказали эту повязку снять. Посмотрим, что из этого получится. В общем, как-то так. Нормальное состояние. Гуд. Я даже сегодня, вот видите, с наушником еще не снял. Сегодня слушал книжку. Набор стимуляторов, в общем, по уходу за волосами. Там потом сходил до моря, прогулялся. И потом еще сходил даже в торговый центр по шоппингу. Шоппингу сделал. Ходил я в шапочке, такой, знаете, как в душ ходит, чтобы волосы не мочить. Вот такой я ходил. Перед вылетом, да, то есть у меня после обеда вылет. Меня с утра забирают. Мне сняли перевязку, помыли голову. А сначала мне обработали ее пантенолом и помыли. Дальше самостоятельно я буду это делать два раза в день. То есть обрабатывать пантенолом и, соответственно, мыть. Рассказали инструкции все, как я дальше буду жить. То есть месяц без тренировок, если кратко, то есть 10 дней спать на подушке. Ни стрессов, нельзя задевать шапку, соответственно. То есть они дали специальную панамку, которую я только могу носить специально в течение месяца. Другого ничего, головные уборы не могу носить. Не потеть, не стрессовать. Короче, первый месяц максимально сберегающий. То есть первые 10 дней вообще желательно. Первые недели дома там просидеть, что-то вообще не двигаться. Но дальше потом чуть посвободнее и месяц вот такой вот сберегающий. Значит, тренировки нельзя, но вы сказали, можно гулять. Поэтому, если что, шагами я буду компенсировать свою активность какую-то такую. Доктор меня осмотрел. Далее еще в клинике получается мне шампуни. Я еще купил специальные средства у них шампуни по уходу за волосами. Это, короче, на полгода там вплоть или может даже дольше. Лосьоны, короче, которые будут стимулировать рост. Которые у меня волосы еще остались. И которые новые пересадили. В общем, целый там саквояж этих бутыльков купил. Сказали, все объяснили, как ими пользоваться. Почему я выбрал именно эту клинику. И однозначно могу ее рекомендовать. Ситуация была такая, что вообще я долго думал здесь насчет того, что сделать себе операцию. То есть думал я года два. На протяжении этого периода я, конечно, лысел. Проблема становилась все ярче. Мне этот период постоянно писали разные клиники. Ну, видишь, как бы нуждающиеся. И, соответственно, я каждый раз их откладывал, откладывал. И тут, вот в этот период, который я сейчас сделал операцию, я, конечно, принял решение, что все-таки, наверное, я сделаю операцию. Мотивация была в том, что я подумал, что даже если мне дадут еще несколько лет походить с волосами, то пусть так оно и будет. Мне нравятся мои волосы. И поначалу я комплексовал даже. Потом уже смирился, что все равно уже буду. Но потом вот принял, думаю, если вот так дадут такую возможность еще года даже три даже походить с волосами, то пусть я этим займусь, чем не займусь. Вот такая вот была у меня мотивация. Соответственно, я принял решение. И тут пишет мне эта клиника. Давайте мы вам сделать операцию. Я вот, чтобы не искать старые контакты, начал про нее изучать информацию на просторах интернета. Оказалось, что это достаточно авторитетный врач с хорошими кейсами. Заслуженный уже. То есть он уже такой взросленький. А практика у него очень большая, что славится своими хорошими результатами пересадок и вот этим методом. В общем, очень все положительно. И я подумал, ну раз уж доверять, то такой клинике доверять. Однозначно могу после того, когда там прошел уже операцию, однозначно могу рекомендовать все реально так, как я говорил им там в лицо. То есть реально все легко. Моя голова мне не страшна после операции. Соответственно, это не форшмак какой-то получился. Сама про себя процедура вообще весь от начала прилета до отлета. Все, сервис хороший. Тебе везде все о тебе думают. Все постоянно пишут. Инструкции говорят в лицо. Инструкции дублируют на телефон. То есть не забудешься, не забудешь ничего. Получается все полное сопровождение на всех этапах. Значит, что по ценам у них? От 3 200 до 4 500 евро. Это все индивидуально зависит будет от количества графтов, нужных пересаженных. Плюс будет зависеть, если захотите, не захотите, чтобы пересаживал вам доктор сам. То есть у него намного дороже все это. Но в целом диапазон вот такой. 3 200, 4 500. Возможно, эта цена чуть выше среднего по рынку. Но мне кажется, это из-за вот этого метода, который я описал, который я делаю. То есть она достаточно кропотливая. Ну короче, очень много задействовано персонала и ручной работы. Но это более подконтрольный, мне кажется, этот метод. Поэтому, скорее всего, это того стоит. Ну и в целом, да, общие впечатления однозначно позитивные. Однозначно могу данную клинику вам рекомендовать, чтобы вы не парились. Если вы себе думаете что-то подобное делать. Из болевых ощущений, говорю только, когда чувствуешь анестезию. Значит, хочу рассказать, что меня привело вообще к самой пересадке. То есть моя образная ситуация и вообще причина, наверное, так сказать, моего выпадения волос. По моей версии, да, у вас версия может быть своя, конечно. Кто-то ее пишет в комментариях, кто-то не пишет. Но по большей части после 30 лет активно начали выпадать волосы. До этого были предпосылки из-за высины. Но после 30 прямо активно начало выпадать. Я начал вообще по этому поводу париться уже. Плюс контента больше начал выпускать. Мне все больше начали писать, что у меня проблема, оказывается, с волосами. Я еще больше начинаю париться по этому поводу. И начинаю обращать внимание вообще вокруг на людей. Оказывается, что достаточно распространенная проблема. Наверное, каждый пятый мужчина вокруг ходит за лысинами. Ходит так или иначе для него это проблема или не проблема. Каждый сам решает, конечно. Кто-то ходит лысый и пофиг. Кто-то ходит за лысинами и пофиг. Но вот с этой ситуацией сталкивается и по большей части, естественно, я в своем контенте везде говорил, что я употреблял определенные фармпрепараты, которые увеличивают количество тестостерона, да, то есть когда готовился к соревнованиям, вот, это по большей части может как-то оказать влияние на ускорение процесса, но по большей части, если взять мою генетику, да, моего отца, моего деда, то они, соответственно, тоже уже в взрослом возрасте тоже проблема с облысениями существует. Так, ну что, друзья, все, я дома, нахожусь, вы слышали все рекомендации, месяц без спорта, 10 дней спать на подушке, 2 раза в день обрабатывать все, а общее впечатление свое могу сказать, я доволен, я доволен, что я решился, я доволен, что я съездил, это было не так все сложно, как казалось, поэтому, ну, все, что я говорил в ролике, это все относительно мое мнение, поэтому, если есть возможность, все-таки я бы сделал, да, то есть себе сейчас совет, если бы я дал, если есть на то возможность и желание, посмотрим, конечно, сам результат, но сама операция достаточно, мне показалось, несложна, все, увидимся в следующем видео, дальше будет про похудение. Ну что, друзья, прошло 10 дней после операции, для вас отчет, как это все выглядит, корочка, которая была, соответственно, она уже отходит почти, отошла, ну, там на затылке еще есть, вот так показываю, как это все выглядит, 10 дней я спал на подушечке, сейчас уже нормально сплю, собственно говоря, болевых ощущений уже вообще нету, все, корочка сейчас сходит, вот так, собственно, я выгляжу. Продолжение следует...